Приветствую на канале МАФ. Сегодня я покажу как зарегистрироваться и создать аккаунт для метавселенной Spatial. Я покажу это на примере веб-версии, в которую захожу с компьютера. Итак, у меня открыта главная страница сайта Spatial, Spatial.io, и я нажимаю на кнопку «Логин». А Spatial предлагает несколько вариантов логина через кошелек Metamask, учетки Apple, Microsoft, Google, либо через почту я буду использовать почту. Введите адрес вашей почты, нажмите «Континью». Введите пароль, минимум 8 символов, нажмите «Континью», «Продолжить». Затем Spatial попросит вас подтвердить ваш адрес электронной почты. Для этого перейдите в почту, которую вы оставили, вам придет письмо от Spatial, в которое есть кнопка «Конфирм мой аккаунт», «Подтвердить мой аккаунт», и нажмите на нее. Вас автоматически перекинет на страницу Spatial с надписью «Аккаунт успешно верифицирован», после этого нажмите «Континью ту логин». И затем мы также нажимаем на кнопку «Использовать email» и вводим почту, и вводим пароль. Затем ставим соглашение. Первая галочка – это разрешение на получение новостей и обновление от Spatial, ее ставить не обязательно. А вторая – это условие использования, ее нужно обязательно поставить и нажать стрелочку «Далее». Затем нужно задать вашему аватару имя, оно будет отображаться публично, и его будут видеть другие пользователи. Я для примера напишу «Maf YouTube». Появится окно загрузки, здесь написано имя вашего аккаунта, вот в моем случае «Maf YouTube» и приписка «Дом». Итак, локация загрузилась. Это персональная локация, которую Spatial создает для каждого нового пользователя. Это такой небольшой дом, в котором как раз можно настроить свой аватар. В правой части экрана есть несколько заранее созданных стандартных моделей аватара, как мужских, так и женских. Можете выбрать одну из них. Но это все стандартные модели, а для того, чтобы настроить аватар детально, нажимаем на кнопку «Создать аватар» при помощи сервиса Ready Player Me. Ready Player Me – это сервис, при помощи которого вы один раз создаете аватар, и затем можете использовать его во всех метавселенных, с которыми сотрудничает сервис. Появилось окно выбора туловища, можно выбрать мужское, либо женское. А также, если у вас уже есть аккаунт в сервисе Ready Player Me, можете зайти через него и подгрузить тот аватар, который у вас уже есть. Я продолжу, выберу мужской. Затем сервис предложит создать аватар на основе вашей фотографии, и рекомендует сделать селфи с нейтральным выражением лица и хорошим освещением. Но проблема в том, что аватар, созданный на основе фотографии, нельзя будет так детально настроить, поэтому я пока продолжу без фото, но к этому шагу можно будет вернуться в любой момент и добавить свою фотографию. Затем сервис предлагает выбрать один из стандартных аватаров, которые здесь есть. Выберу какой-нибудь максимально нейтральный, например, нажимаю «Далее». И подгрузился редактор аватара. При помощи мыши можно вращать аватар, рассматривать его с разных сторон. Колесом мыши приближаю камеру и могу изменять форму лица. Слева могу выбрать цвет кожи, сделать ее светлее, либо темнее. Затем перехожу в раздел «Глаз». Здесь можно выбрать разрез глаз, который будет у аватара. И выбрать цвет зрачков, который будет. Можно выбрать как реалистичные варианты, так и необычные, например, кошачьи глаза. Затем переходим в раздел «Бровей». Здесь также можно выбрать форму бровей, которая будет. А цвет бровей можно выбрать слева. Затем выбираем форму носа. Затем выбираем форму губ. Затем можно выбрать бороду, либо усы. Цвет бороды или усов можно выбрать слева, так же как в случае с бровями. И с разделом «Головы» мы закончили. Дальше переходим к разделу «Прически». Это справа под иконкой «Головы». Затем выбираем прическу. Их тут довольно много. И для каждой из них можно настроить цвет, как обычно, слева. Итак, прическу выбрали. Теперь переходим к одежде. Это следующий раздел, который под иконкой «Прически». Вся одежда поставляется комплектами. То есть сразу и вверх, и вниз. Выбрать что-то одно не получится. Но при этом выбор одежды довольно большой. Есть как реалистичные варианты, похожие на то, что мы носим на улице, так и футуристические, которые на улице не встретишь. Следующий раздел – это очки. Здесь также можно посмотреть разные варианты и выбрать себе подходящий. Следующий раздел – это макияж и татуировки. Сначала идут разные варианты макияжа, затем разные варианты татуировок. Следующий раздел – это маски. Также, если что-то тут подходит, то можно себе выбрать. И последний раздел – это головные уборы. Затем, когда вы настроили все параметры, которые хотите, нажимаем «Next». Затем появляется окно, в котором нужно ввести почту, которую вы будете использовать для входа в аккаунт «Ready Player Me». Например, чтобы тот аватар, который вы только что создали, вы могли использовать и в других метавселенных, но делать это не обязательно, поэтому либо вводите и нажимаете «Send», либо продолжаете без имейла. Возможно, придется подождать несколько секунд, пока подгрузится, и ваш аватар загрузился. Вы можете нажать на кнопку «Save», чтобы его сохранить. Аватар готов, но вы можете поменять его в любой момент. Для этого нажмите на иконку человека в правом нижнем углу экрана. Откроется такое же окно, которое было при первом запуске. Здесь также можно выбрать один из стандартных вариантов аватаров. Также можно отредактировать уже существующий аватар. Например, если вам хочется изменить в нем только один или два параметра, и вы не хотите менять его целиком. Также здесь есть кнопка «Generate Head» — это создание аватара на основе вашей фотографии. А если точнее, именно лица головы. Можно как подключить веб-камеру, так и загрузить уже готовое фото. Напоминаю, что для этого лучше всего сделать селфи при хорошем освещении, например, встать у окна, и с нейтральным выражением лица, тогда Spatial прочитает его наиболее корректно. При этом получившийся вариант можно будет изменить в любой момент, заново заснять, загрузить новую фотку, либо вернуться к варианту, который вот есть сейчас, который без использования фотографий. Последнее, что я хочу показать, это настройки профиля, которые можно заполнить. Нажимаю «Leave» — покинуть локацию. На главной странице Spatial нажимаю на иконку аккаунта и перехожу в раздел «Профиль». Открылось окно настройки профиля. Здесь вы можете указать ссылки на свои социальные сети, либо свой сайт, написать что-то о себе, а также задать имя и логин. Имя — это публичный никнейм, который будут видеть другие пользователи. Можно написать как свое, так и вымышленное. А, юзернейм — это скорее как логин, то есть уникальное имя, которое не должно повторяться с теми, которые уже существуют, и оно нужно только для вас. Но поменять вы можете как имя, так и юзернейм. И если закрыть окно настройки профиля, то как раз можно увидеть разницу. Имя написано большим шрифтом, логин написан полупрозрачным, небольшим и через собаку. И на этом все. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным. Напишите в комментариях, какие еще инструкции вы бы хотели увидеть. И подписывайтесь на канал, впереди еще много полезных видео про метавселенные. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok